гироскоп гравитационный искусственно созданный механизм замкнутой системой обеспечивающий в глобальном масштабе и полном объеме все условия для существования и стабильного поддержания развития известных биологических видов окружающей среды их обитания а также такого общего понятия материи действия вытекающих отсюда действия физических и химических действия физических явлений и химических процессов реакции что дает возможность формирования веществ в разной плотности и распределение этой плотности по слоям почти все физические процессы происходящие внутри замкнутой системы гироскоп гравитационный базируются на основании проявлений основного его свойства прижимного действия на материю внутри замкнутой системы то есть на внутреннюю поверхность диска ну как выражаться современную гравитация еще раз реальная причина гравитации это непрерывно вращающийся гироскоп и как следствие проявление влияния прижимного характера условной векторной величины именуемой в дальнейшем прижимной вектор я эту величину ввел так в дальнейшем применяя ее в расчетах благодаря расчетам можно точно определить на какой высоте сколько будет весить тело при этом существования и обоснование так называемого ускорение свободного падения перестает иметь смысл я бы его назвал ускорение не свободного падения так как данная величина применяющийся физики настолько усреднена и грубо имеет среднее значение и тем самым не позволяет точно определить и рассчитать такие вот ну дальнейшие расчеты производить почему потому что имеется ввиду что ускорение свободного падения постоянно лично действует на любой высоте а можно определить на какой высоте с какой скоростью движется объект и сколько он весит дальше так как я уже сказал постоянное напряжение и есть инерция то есть постоянное напряжение в телах или вот материи проявляется в движении при нарушении закона равновесия посредством отклонения в сторону от прижимного или противодействующие вектора от равновесия b то есть прижимной плюс противодействующий равно 0 или дополнительным действием вектора еще один вектор который я вел сообщающий что это значит это значит внешнего воздействия внешнего воздействия может быть совершенно различного характера но имеет место и вот эти три величины достаточно трех величин чтобы в дальнейшем производить значительные точные расчеты так вот основной и первопричиной физических процессов наблюдаемый внутри замкнутой системы гироскоп гравитационный проще говоря в нашем мире окружающим является взаимодействие трех основных векторных составляющих именуемым далее векторы влияния каждый из них характеризуется направлением степенью воздействия на материальные объекты различной плотности относительно плотности их среды природе наблюдаются некоторые закономерности основном на основании которых можно делать математические вычисления используя простейшие формулы и используя о очень точные данные исходя из соотношения плотности среды плотности тела в объеме определено понятие инерции у меня на нескольких вариантах определено я комментарии не читаю возможно уже их много но это будет дальнейшем так инерция физическое явление которому подвергается всякое материальное тело является результатом взаимодействия прижимного и противодействующих векторов инерция при уравновешивании векторов не наблюдается на тела при этом постоянно испытывают напряжение то есть это еще раз повторю возможно другими словами возможно зарянуть то чтобы более 100 более менее стало понятно далее перейдем к простым объяснениям потому что у меня расчеты достаточно далеко уводят почему проявляется инерция то есть каким образом в движении тело увеличивает влияние гироскоп или влияние прижимных сил но оказывая противодействие опоре среды в которой происходит движение вектор влияние гироскопа накладывается на вектор сопротивления опоре увлекать тело в направлении вектора сумм взаимодействия ну это нечто схоже с тем что если вы давите на допустим возьмем ролик возьмем будем не удавить то есть мы получаем прижимную составляющую вашу руку противодействующую опору до пол на котором ролик находится и в тот момент когда вектор меняет направление то есть ваша рука немного наиска становится происходит высвобождение этого внутреннего напряжения в виде движения то есть нарушение равновесия уже приводит к тому что процесс инерции становится наблюдаемым но инерция это не просто напряженность которая освобождается при нарушении равновесия а это еще и сохранение скорости то есть плавное замедление объекта если объект находился в движении объект не останавливается очень резко то есть если вы бежите резко хотите остановиться ваше ваше тело еще по умолчанию стремится вперед вот это свойство инерции придет такую себе динамичность то есть тело останавливается не резко а динамично плавненько поэтому тело продолжает движение по инерции до тех пор пока один из векторов не перестанет оказывать влияние стиле не равновесится виктор виктора гироскоп гравитационный в центре его гравитат гравитационные силы или прижимные силы стремятся к нулю поэтому влияние значительного ли они оказывают оставшиеся векторы сопротивление среды и сообщающий вектор то есть ближе к центру вращающего диска или барабана твердые тела находиться в принципе не должны не могут но искусственным путем грубо говоря там ракету запустили к центру гироскопа или к центру вот этого вращающегося объекта влияние прижимного вектора стремится к нулю при определенной скорости в направлении вокруг центра осевого центра вращающего диска возможно практически непрерывное движение то есть та самая невесомость та самая пресловутая антигравитация вот в то же время самой как бы гравитации мы знаем все нет то есть многие блогеры объясняют указывают отсутствие гравитации но никто не может объяснить что вместо нее действует плотность тела влияет на силу притяжения чем плотнее объект или тела тем сильнее влияние на него прижимного вектора или эффекта гироскопа ну или для тех кто любит физику центробежных сил до этих самых сил нет понятия эфемерные введены для того чтобы попытаться объяснить физические законы притяжение ну тут логически понятно что зависит или тяготение зависит от расположения объекта относительно оси гироскопа свойства объекта относительно окружающие его среды среды то есть плотность в объеме еще раз посеркну влияние прижимного вектора или то с этой самой гравитации усиливается с отдалением от оси гироскопа в направлении края диска а также с увеличением скорости вращения этой самой замкнутой системы гироскоп гравитационный процессе своих выводов и информации которую я собирал я наткнулся на статью в которой проводили эксперимент по выращиванию цветов в вращающиеся в вращающейся системе в том числе и поведение пчел в этой вращающейся системе системе то есть пчел удалось обмануть создав искусственную гравитацию за счет вращения то есть все вращаясь в диске там улей свой соты делали именно полностью игнорируя реально действующую гравитацию так называемого внешнюю гравитацию игнорировали и ориентировали строго на именно ту систему в которой они находятся то есть чувствуя прижимное воздействие они вот были обмануты ведь эксперимента также и цветок растение выращивалась в этой вращающей системе то же самое показала то есть легко обмануть природу то есть и флору и фауну и создав искусственные условия в некоторых фантастических фильмах на космическом корабле астронавта или космонавт бежит в таком себе вообще непрерывно вращающемся барабане постоянно то есть чем не идеальный пример искусственный искусственно созданной гравитации так подведем подведем небольшой итог земля развернута в плоском виде и находится в замкнутом пространстве плоскость суши и океанов расположена на внутренней стороне гигантского колеса имеющего заданную скорость вращения с периодичной прецессии а также нутации находясь на внутренней стороне плоскости диска мы подвержены постоянному воздействию так называемой гравитации и так давайте еще определим некоторые моменты которые вытекают из представленной картины мира про вакуум придумали создали то чего нет я но теперь есть да только вот в емкостях да это условно то есть разряженное пространство давайте определимся с приливами и отливами вращающийся диск имеет некое осевое биение осевое биение это прецессия и нутация конечно же прецессия это длинно периодичное смещение оси этого диска колеса да так названо нутация это короткопериодичная длинно периодичность может показать как меняется со временем в долгосрочный исторический факт и свидетельствует о том что системный полюс менял свое положение то есть это длинная периодичность прецессия нутация короткая периодичность и и мы можем не ощущать она практически как дрожание то самого диска но в процессе этой короткой периодичности происходит движение жидкости то одну сторону то в другую приливы отливы как раз легко объяснить исходя из факта именно вот осевого биения или нутации не влияние луны да и то пусть совпадает но это еще не о чем не говорить с некоторыми фазами далее про антигравитации без применения технических техногенных скажем так где в данном случае если существует тяготение да так вот то где анти тяготение это самое где все-таки антигравитация да все просто не позавидую вам если вы окажетесь на внешней стороне вращающегося диска по-прежнему вы будете стремиться покинуть этот диск если вы будете находиться на на его стороне внешней вы будете стремиться покинуть как говорится вот вам и эффект антигравитации оказавшись на диске гироскопа с внешней стороны получим чистой воды антигравитации только со знаком плюс наблюдая различные ситуации ту же стиральную машину или те живут различные вращающиеся объекты в которых именно вот имеет место эффект прижимные эффекты к внутренней стороне можете сделать такие вот выводы посудите сами упорно верить что тела притягиваются друг другу потому что они своей массой искажают пространство но имеется ввиду массивные тела искажает пространство время и рождают гравитационные волны в такое верить это сыпать себе в глаза песок а еще и набить им карманы ну про запасы вдруг закончится давайте расставим все точки над и и как бы подведем итоги замкнутая система гироскоп гравитационный термин который я вел максимально пытаясь название объяснить его свойства имеет стабильное вращение несоизмеримо огромен создает и поддерживает условия существования материи идеологических форм жизни внутри системы гироскоп гравитационный материя распределена таким образом что чем ближе к осевому центру диска или барабан или гироскопа тем разряжение атмосферой холоднее а чем дальше от оси и ближе к краю тем плотнее и горячее ну и последнее по такому случаю сделаем такой себе очень интересный вывод колонизаторы наш к ну или скромно боги поставили роспись под законом о равновесии росписи печать на этом вот используя такое представление проявлений именно такую схему при которой имеет место универсальность притяжения всех объектов и всех тел нас окружающих можно в дальнейшем делать интересные открытия связаны с тем например как можно по какому принципу создать устройство которое без отбрасывания массы преодолевает ту самую пресловутую гравитацию более глубже можно понять химические и физические процессы окружающие нас на этом я думаю доклад окончен спасибо